О чем идет речь в данном случае? Потому что президент Путин все годы своего правления, особенно последние годы, особое внимание уделяет укреплению нашего суверенитета. Мы видим, какой атаки суверенитет России, да и многих других стран, более-менее проводящих независимую политику, подвергается со стороны Запада. Атаки гибридные, как сейчас принято их называть, идущие по всем направлениям, и прямое военное сдерживание, мы говорили вот об отношениях России и НАТО уже, это и информационные атаки, это и использование в нечистоплотных целях механизмов так называемой мягкой силы, неправительственной организации напрямую, финансируемой государством и многое другое. И вот, наверное, подобного рода концепции могут, так сказать, сработать в отношении тех или иных стран, но для России это абсолютно неприемлемо. И наш опыт 90-х годов, много раз об этом говорилось, наверное, и является причиной подобного рода высказываний Запада, когда в 90-е годы Запад решил, что все, вот они уже достигли тех целей, которые не сами они перед собой поставили, а которые мы, американцы, поставили перед ними и помогаем им эти цели воплощать в жизнь, в том числе путем физического участия в российском правительстве, в его соответствующих структурах. Наверное, обидно, когда кто-то посчитал, что Россия в кармане у Запада и не будет больше свои какие-то особые интересы отстаивать, а потом все это оказалось не так. Но я и скажу, я общался несколько раз с Антони Блинкиным, он опытный человек, человек, знающий и, по-моему, умеющий слышать. Многое из того, что сегодня говорится публично, это, наверное, связано с искусственным нагнетанием напряженности, с желанием создать такую атмосферу вокруг Российской Федерации, в том числе в качестве фона, дополнительного фона для переговоров, которые начались в Женеве, продолжились в Брюсселе, и которые, я надеюсь, мы сможем возобновить. Но это будет зависеть от ответа Соединенных Штатов, конкретного письменного ответа на наше предложение. Здравствуйте, Арабская редакция Раштубей. Сирган Хадая, Арабская редакция Раштубей, Сергей Викторович, здравствуйте. Вот, как уже понятно, отношение с Западом находится на, может быть, наихудшей обстановке за последние годы. Но в то же время всё развивается с Востоком. На следующей неделе президент Ирана РАИСи посетит Москву. Эта визита состоится в то время, как обстановка на переговорах по ядерной программе в Вене непонятной, в том числе из-за санкций США, из-за обстановки в Заливе и в общей региональной обстановке на Ближнем Востоке. На каком этапе, где сейчас российская инициатива по безопасности в Заливе, почему она как-то не всплывает, если так можно сказать, как она может поспособствовать решению региональных важных вопросов, например, Йемен, который является самой большой гуманитарной катастрофой сегодняшних дней. И если позволите, когда мы видим вот так расширение НАТО на Восток, а есть ли планы, например, расширить ТДКБ, в том числе, например, за счёт Ирана или других стран, которые могут усилить противовес той риторике и политике Запада и Севера? Спасибо. По иранской азерной программе я бы всё-таки занимал более оптимистичную позицию. Там есть реальный прогресс, там есть реальное желание, прежде всего, между Ираном и Соединёнными Штатами, понять конкретные озабоченности и понять, как эти озабоченности могут быть учтены в общем пакете. Это может быть только пакетное решение, как, собственно, и сама иранская сделка, совместный всеобъемлющий план действий был пакетным решением. И в Вене сейчас переговорщики, они очень опытные, они проникли уже в самые детали этой переговорной материи. Они делают сейчас неплохой прогресс, я стучу по дереву, но мы рассчитываем, что договорённость будет достигнута. Для этого важно, чтобы, конечно же, и иранские партнёры были максимально реалистичны, сотрудничали с МАГАТЭ, и, во-вторых, важно, чтобы западные участники этого переговорного процесса не пытались создавать какое-то психологическое напряжение. Периодически вбрасывая в медийное, в публичное пространство инициативы с критикой Ирана и с требованиями к нему. Тут нужна тихая дипломатия, и она, ещё раз повторю, работает. Слава Богу, что удалось преодолеть ситуацию, когда Запад стал выдвигать условия возобновления этой иранской ядерной программы, условия, касающиеся наложения ограничений на ракетную программу Ирана, чего не было в СВПД, и условия, касающиеся его, так сказать, поведения в регионе. Мы были категорически против, это нечестно было бы, если бы такой подход возобладал, потому что речь шла о СВПД, которая была одобрена Советной безопасности ООН в том виде, как она была подписана, и речь шла о том, чтобы после того, как администрация Трампа вышла из этой договорённости, восстановить её в полном объёме, как она была согласована, без изъятий и без каких-то довесков. В итоге удалось договориться, что именно такой будет подход. Что касается ракетной программы, что касается поведения в регионе, наша позиция заключается в том, что у всех стран региона, да и у нерегиональных стран, есть масса претензий друг к другу. И у Ирана к его арабским соседям, у арабских соседей к Ирану, у Запада, у США и европейских стран тоже есть какие-то вопросы касательно того, чем Иран занимается. Но там расположены страны, каждая из которых имеет интересы за пределами своих границ и имеет реальное влияние на события и в Сирии, и в Ливии, и в Джибути, в Йемене, конечно же. Вы привели пример, который, по-моему, очень красноречив. Поэтому мы, когда убеждали не выходить в работе над СВПД за рамки задачи её восстановления, мы говорили, да, мы признаём, и Иран признаёт, что есть другие проблемы, которые в более широком плане волнуют регионалов и их внерегиональных коллег. И давайте все эти проблемы обсуждать в рамках созова конференции по безопасности в Персидском заливе и шире. Наверное, это должно быть шире уже. Тот же Йемен, Ирак, это всё взаимосвязано. Конференция, которая объединила бы иранцев и арабов, и в ходе которой не Иран был бы предметом дискуссии, а каждая из сторон положила бы на стол своя озабоченность. И ракетами, которые не только у Ирана есть, и у арабов тоже, и развиваются ракетные производства, и озабоченности по поводу Йемена, Сирии, Ирака, многих других горячих точек, которые так или иначе вызывают противоречия между другими странами. Эта наша концепция, она, как вы сказали, почему она не всплыла, она не тонула на самом деле, потому что мы провели опять прошлой осенью очередную научную конференцию с привлечением политологов и специалистов из стран, потенциальных участниц. Ну, сейчас, вот видите, идет и процесс завершения работы по восстановлению СОПД, да и коронавирус еще не сильно помогает. Но эта конференция, конечно же, остается все наших приоритетов, и у нас есть понимание, что она не может быть проигнорирована, сама эта инициатива. Кстати, у китайских коллег есть похожие предложения для стран Персидского залива, иранцы выступали со своей армузской инициативой. Но наша концепция, она шире, потому что предполагает выход за рамки группы прибрежных стран Персидского залива и предполагает подключение участников из пятерки поставил членов Совета безопасности, из Лиги арабских государств, Евросоюза. Вот примерно как-то так. Ну, коль скоро тема Ирана прозвучала, давайте дадим слово непосредственно иранским журналистам. Мы приходим онлайн. Гостелерадио Иран. Иран, с нами ли? Прошу прощения, там был вопрос насчет расширения ОДКБ. У нас в уставе ОДКБ все записано. Кто желает присоединиться, должен обратиться с такой просьбой. В последние полтора года, по-моему, главы государства подписали протокол, который вносит изменения в устав, и помимо полноправных членов организации создаются институты партнера и наблюдателя. Вот будем исходить из того, что мы разослали эту информацию по соответствующим странам. Интерес, как минимум, к налаживанию контактов с ОДКБ есть. Мы вам будем рассказывать, как этот процесс развивается. Да, пожалуйста. Добрый день, уважаемый Сергей Викторович. Вопрос. Как раз объяснили, в ближайшее время по обращению Владимира Владимировича Путина Россия посетит иранский президент Айтуда Ибрахим Бегиси. Почется, каково Ваше мнение о важности этого визита с точки зрения и нашего укрепления отношений между нашими странами? Спасибо. Визит, если коротко, он очень важный. Пора возобновлять контакты на высшем уровне, которые у нас традиционно тесные и регулярные с Исламской республикой Ирана, которые тоже стали жертвой коронавирусной инфекции. По телефону лидеры общались, а очный контакт, конечно же, гораздо продуктивнее, чем разговор не видя друг друга. Но значение, прежде всего, в необходимости провести инвентаризацию всей нашей повестки дня с учетом изменений в руководстве Ирана, понять, насколько мы обеспечиваем преемственность, на каких направлениях. В двустороннем плане по экономическим делам очень богатая повестка дня, но, как всегда, когда много проектов совместных, необходимо больше внимания к деталям, и правительство работает, и соответствующая межправительственная комиссия во главе с министрами энергетики должна внести свой вклад. Ну и, безусловно, у нас есть вопросы, связанные с международной политикой, это и СВПД, это и в целом ситуация в Персидском заливе, о чем мы только что достаточно подробно говорили, это и наша совместная работа в ООН и в других международных организациях, включая, в частности, Организацию по запрещению химического оружия и другие структуры. И здесь Иран, безусловно, является частью нашей общей команды, которая отстаивает принципы международного права, универсальные договоренности, а не кем-то согласованные в узком кругу, и кто отстаивает центральную роль ООН и является участником движения в защиту Устава Организации Объединенных Наций. И по ряду вопросов у нас уже региональных вопросов, у нас тесное взаимодействие. Ну, в Сирии, очевидно, мы участники астанинского формата вместе с нашими турецкими соседями, и считаю, что это очень хороший пример, как можно объединиться с позиций, которые на 100% не совпадают, которые во многом отличаются, но прагматично создать платформу, когда три наших страны могут реально помогать сирийцам начать политический процесс, как это было в 2018 году. Именно астанинская тройка на конгрессе сирийского народа в Сочи помогла сформулировать документ, ставший рамками переговоров. Именно астанинская тройка стимулировала переговорщиков от ООН, которые, ну так скажем, вежливо дремали на том этапе, и около года ничего не делали, а астанинское решение, астанинский процесс стимулировал переговоры, которые сейчас не без проблем, но все-таки проходят в Женеве. Останемся онлайн. Пожалуйста, Лента.ру. Добрый день, Валентина Шварцман, Лента.ру. Если позволите, у нас такой философский вопрос. В последнее время на Западе стали господствующими новые течения в социальных идеях, в том числе идеи так называемой новой этики. Новой этики? Этики? Да, новой этики. То есть старые БЛ? Вот. Мы стали свидетельными того, как жертвами культуры от отмены становились не какие-то преступники, а уважаемые ученые и деятели культуры, например, даже автор детских книг, Агарь Потре, Джоан Роулинг, только за то, что их идеи взглядами вкладывались в рамки этой новой этики. В тех же Соединенных Штатах этот процесс наложился на и без того болезненный разрыв между демократами и республиканцами. Как вы относитесь вообще к подобным идеям и линиям лично? Вы ведь прожили в Нью-Йорке, проработали по распространению при ООН 10 лет. Узнаете ли вы Америку? В то время, когда я там жил, там все-таки господствовала старая этика, чтобы под этим не понимать. И не возникало вот таких социальных обострений, о которых вы упомянули. Я исхожу из того, что Бог создал человека, и есть у нас, как у представителей различных течений христианства, те же самые ценности, которые существуют в других мировых религиях. И в исламе, и в иудаизме, в буддизме. И, наверное, вот это вот наследие, копившееся тысячелетиями наших предков, разных вероисповеданий, наверное, отражает в концентрированном виде накопленную мудрость человеческую. То, что сейчас все это пытаются подвергнуть не просто сомнению, а разрушению прямому, я думаю, это очень опасно. И такие организации, как ЮНЕСКО, другие гуманитарные агентства, все-таки должны строго следовать своим уставам, а уставы написаны на основе традиционной классической этики. Ну, раз новая этика прозвучала, давайте найдем слово представителям древнейшей этики. Индия с нами ли? Добрый день. И мой вопрос, господин Лавров. Как вы видите будущее отношение между Индией и Россией? Мы видели, что российский президент уже посетил Индию. Как в итоге этого визита? Мы видели, что прошел саммит между Россией и Индией, даже в условиях нагнетания ситуации на границе Индии и Китая. Мой второй вопрос был посвящен саммиту РИК. Будет ли этот саммит проведен в условиях обострения ситуации? Визит президента Путина, который в декабре состоялся в Нью-Дели. Были очень хорошие и полезные переговоры. Конечно, коронавирус сильно мешает развитию прямого диалога, но в данном случае все необходимые условия были соблюдены, и президент и премьер-министр смогли провести несколько часов в очень полезном разговоре. Наши отношения мы ценим высоко. Не случайно они называются особо привилегированное стратегическое партнерство, и мы будем его развивать в полной мере. Что касается тройки России, Индии и Китая, она существует. Это предтеча БРИКС. И хотя сейчас БРИКС у всех на слуху, про РИК как-то мало рассказывают, но РИК – это весьма эффективная структура. Министры иностранных дел встречались уже почти 20 раз за время существования РИКС. Есть секторальные встречи министров, их заместителей или экспертов по направлениям торгово-экономического, гуманитарного сотрудничества. И, конечно, все три наших страны участвуют в БРИКС, участвуют в Шанхайской организации сотрудничества. А вот в текущие два года, начиная с 1 января, три наших страны являются членами Совета безопасности ООН. И мы видим заинтересованность и наших индийских друзей, и китайских друзей в том, чтобы этот формат сохранять и развивать. Я знаю, что есть между Индией и Китаем прямой диалог по многим вопросам, включая по вопросам безопасности. Я знаю, что есть декларация о стратегическом партнерстве между Индией и Китаем. Но если РИК может быть полезен и для укрепления атмосферы доверия, мы, конечно же, будем это активно поддерживать. Но подчеркну еще раз, что помимо политического значения, эта тройка занимается... А все три страны составляют единую географическую территорию. Эта тройка занимается экономическими инвестиционными планами, которые весьма и весьма перспективны. Спасибо представителям Ирака. Канал Рудав. Спасибо. Вы же говорили о Ближнем Востоке, о проблемах в Сирии, в Ираке. Я бы хотел как раз по этой тематике задать два вопроса, связанные. Мы знаем, что в начале декабря заместитель министра и спецпредставитель президента России Богданов, посетитель Ирак, в том числе и иракский Курдистан, побывал в Ирбиле, говорили о политической ситуации, как в Ираке, так и о регулировании в Сирии. В этой связи, как вы видите, будущее, скажем, урегулирования сирийского вопроса, статус курдов, и как мы знаем, что еще в конце года посетитель тоже Москвы, и был у вас приемный совпредседатель Совета Демократической Сирии Ирхан Ахмед, и в связи с Ираком, что прошли парламентные выборы, сейчас только что назначалось руководство парламента, пока что глава и его заместители предстоит еще выбрать президента и премьера министра и формирование кабинета. Как в этом процессе вы оцениваете роль курдов, в том числе роль курдов, стабильность в Ираке и в регионах Курда? Спасибо, что очень такая острая тема, она многогранная, непростая, и не раз уже за последние исторические периоды она доказывала свою сложность. Но, во-первых, мы заинтересованы в развитии очень тесных отношений с Ираком, у нас давняя история дружбы, сейчас хорошие экономические контакты, наши компании работают в Ираке, мы признательны за благоприятные условия, которые там создаются, и, безусловно, чем стабильнее будет Ирак, тем мы более уверены, во-первых, в развитии наших двусторонних связей, потому что мы хотим, чтобы иракские друзья жили в мирной обстановке, и, во-вторых, конечно, это полезно для обменов между людьми, включая бизнес, включая гуманитарные, военно-технические связи, которые у нас достаточно глубокие. В Сирии курдская проблема сейчас является одним из препятствий на пути полноценных переговоров, потому что все больше и больше курды, в Конституционном комитете есть курды, но они представляют не все структуры курдские, а вот те структуры курдские, которые остались за бортом конституционного процесса, одни из структуры ориентируются на США, другие ориентируются на наших турецких соседей. И когда Трамп объявил, что он выводит войска из Ирака, тут же силы демократической Сирии обратились к нам с просьбой помочь наладить диалог с Дамаском. Как только Америка передумала, этот интерес к диалогу с Дамаском пропал. Жизнь, наверное, но все-таки для политиков курдских в данном случае горизонт должен быть немножко более таким дальним, и перспективу надо видеть. Нет сомнений, что не американцы будут определять судьбу Сирии, американцы по-прежнему подтверждают, как и все остальные страны мира, приверженность территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, но на деле они, в общем-то, потакают именно сепаратистским тенденциям на восточном берегу Ефрат. И наши контакты, в том числе с госпожой Ахмед, с ее коллегами, нацелены ровно на то, чтобы объяснять им необходимость начать серьезный разговор с Дамаском о том, на каких условиях курды будут жить в сирийском государстве. Есть на этот счет сдержанность и в сирийском правительстве, я не буду этого скрывать. Сирийское правительство не забыло, что курды занимали линию антиправительственную на предыдущих этапах, но на то и дипломатия, чтобы преодолевать прошлое и выстраивать какие-то отношения на будущее. И здесь опыт Ирака, опыт Эрбиля, курдского автономного района, безусловно востребован. Я был два года назад в Эрбиле и в Багдаде, и там и там я активно поддерживал тенденцию к наведению контактов. Но они есть у курдов, это понятно, иракских и сирийских, но к тому, чтобы иракские курды свой опыт поактивнее передавали своим сирийским братьям и сестрам. Насчет того, как оценивается ситуация в Ираке после выборов, это вам, конечно, решать. Но здесь есть аспект той темы, которую мы уже сегодня затрагивали, безопасность в Персидском заливе и в более широком районе. Мы видим, как сейчас американцы пытаются не только Сирию, но и Ирак сделать ареной борьбы с Ираном и с иранскими интересами. Видим, кстати, что у вас там еще иностранные войска стоят на вашей территории. Интересные параллели. Когда по просьбе президента Казахстана ОДКБ направило миротворческие силы, и когда еще это было самое начало операции, из Вашингтона звучали требования объяснить, почему это Казахстан пригласил к себе силу ОДКБ, и пусть Казахстан... И да, и Россия обязана уйти, как только Казахстан скажет ей спасибо. Казахстан сказал спасибо, мы уходим, ОДКБ уходит. А у вас-то когда американцы уйдут? Там их не только не звали, но ваш парламент принимал решение, что им пора домой. Но вот видите, все, как говорится, равны, кроме самого равного. Это я, потому что мы видели картинку, когда разбираем какую-то конкретную ситуацию, как наши западные коллеги ведут, какие манеры демонстрируют.